Дефицита продуктов нет. Прилавки магазинов пополняются ежедневно, а на производственных складах запасов южноурайских продуктов хватит на полгода. Об этом заявляют производители макарон, гречки, яйца и мяса. Наш коллега Владислав Чухров побывал на предприятиях региона и лично убедился, что голодать не придется. Сейчас происходит упаковка макаронных изделий, групповая упаковка в Абанда. По 12 штук в пакет. Потом отгрузка, отправка в магазины. Уже утром эти макароны появятся на прилавках. В этом цехе под руководством Александра Родина. Рожки, перья и бантики делают круглосуточно. Запасы ежедневно пополняются и составляют порядка 2500 тонн макарон на данный момент. По производству работаем в режиме 24 на 7, как работали, так работаем. 260 тонн ежесуточно выпускаем. Этого хватит, чтобы разом накормить весь город. То есть за сутки Союз Пищепром производит макарон больше, чем нужно челябинцам. А муки хватит на всю область. Ее здесь перемалывают по 500 тонн в день. И в случае повышенного спроса готовы делать еще больше. Союз Пищепром готов к повышенным нагрузкам в связи с тем, что март и апрель – это ежегодный повышенный спрос в связи с Великим постом. Поэтому предприятие ежегодно делает повышенные запасы к этому времени. Зерновые культуры делает и у Велка. Но это не единственный их товар. Они же производят горох, рис, гречку. Только один их завод может несколько месяцев кормить всю область. Сегодня у нас запасов на полгода. О чем это говорит? Если даже продажи, я уж утрирую, вырастут в 6 раз, мы это обеспечим. Плюс мы сейчас закупку возобновили, перевели на круглосуточную работу наше производство. А вот по молочной продукции запасы не делают. Всю свежую сметану, йогурты и кефиры сразу выставляют на прилавки. Как и яйцо. С ним, кстати, тоже дефицита нет. В сутки только щебаркульские птицы несут по полтора миллиона штук. Челябинская область столько не съедает. Все яйцо, которое приходит у нас на складе той продукции, оно все отгружается. Абсолютно все отгружается. В регионы это Челябинская область, Курганская, Екатеринбург, Башкирия. По мясной продукции ситуация тоже стабильная. А если будет нужно, цех «Рависа» может увеличить объемы производства в два раза. За последнюю неделю у нас заявки увеличились от торговли. Особенно мы это видим на котлетах, пельменях, тушенке и колбасных изделиях. Но предприятия работают в штатном режиме, мы все заявки выполняем. Если раньше здесь на ту же тушенку спрос был в 200 килограммов в день, то сейчас увеличился до полутора тонн. Покупатели из милиц-прилавков – все банки. Но это не проблема для производителя. Они сделали еще больше тушенки и возят ее в магазины ежедневно. Продукцию с этого склада отгружают почти каждые полчаса. Курицу, колбасу, тушенку. Например, в этой коробке 45 вот таких баночек. Это примерно месячный запас, если каждый день есть только одну тушенку. К счастью, делают в области не только тушенку. Рынок мясной продукции насчитывает больше сотни наименований. И дефицита на складах нет. Как и по крупам молоку и картофелю. По той же гречке мы производим ее в четыре раза больше, чем потребляем. И, в общем-то, это постоянный объем. Поэтому никаких поводов для паники я не вижу. Если взять банку тушенки по пачке макаронов, гречки, риса, гороха, десяток яиц и тушку курицы, этого хватит больше, чем на неделю. И полки магазинов при этом пустовать не будут. Там сразу появится свежий товар. Но если разом брать по 10 килограммов круп, ящиками тушенку и ведрами молоко, от такого веса может вылезти грыжа. Молоко прокиснет и на продукты вырастет цена. Ведь спрос порождает предложение. А если предложений много, можно и поспекулировать.